Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Сегодня у нас в гостях Сергей Олейкин, начальник управления правовой кадровой работы и делопроизводства Министерства социальной защиты населения Рязанской области. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Рязанской области, но и любым другим органам власти Рязанской области и подведутственными учреждениями. Ну, собственно, по тем вопросам, которые отнесены к их компетенции. То, что касается представления бесплатной юридической помощи в виде составления каких-либо правовых документов, ну, это могут быть ходатайства, заявления, запросы, все что угодно, то эти виды бесплатной юридической помощи представляют органы власти, которые определены как входящие в так называемую государственную систему предоставления бесплатной юридической помощи. В Рязанской области это Министерство топливоэнергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства, это Министерство имущественных и земельных отношений, Министерство здравоохранения, Министерство судзащиты и Министерство труда и занятости населения. То есть по каждому из этих министерств определен круг вопросов, по которым, собственно, сотрудники, юристы этих органов и представляют гражданам бесплатную юрпомощь, как я сказал, в виде составления каких-либо документов. Ну, то есть, например, то, что касается Министерства социальной защиты населения, это вопросы оспаривания, установления отцовства, либо материнства, это вопросы алиментов, это вопросы приобретения, собственности в порядке наследования. То есть, то, что касается здравоохранения, ну, здесь вопросы ограничения дееспособности. Министерство топливоэнергетического комплекса осуществляет бесплатную юрпомощь по вопросам защиты прав потребителей в сфере представления коммунальных услуг. То есть по каждому из органов определена компетенция, в принципе, вся эта информация в доступном виде есть на наших сайтах, то есть граждане могут с ней ознакомиться. И, помимо всего прочего, то, что, наверное, больше всего волнует граждан, представление всех видов юридической помощи, в том числе и представление их интересов в суде, эту юридическую помощь представляют адвокаты Рязанской области, с которыми у нас заключены соглашения. То есть у них более широкий круг вопросов, то есть можно к ним обращаться и по тем вопросам, которые отнесены к компетенции органов, и по более широкому кругу вопросов, включая предоставление мер социальной поддержки, назначение перерасчета пенсии, пособий, социальная реабилитация инвалидов, медико-социальная экспертиза. То есть более широкий круг вопросов, по которым, собственно, граждане в том числе и по ним могут получить юридическую помощь в виде представления их интересов в суде. А какая категория граждан имеет право к вам обратиться за бесплатной помощью? Вот с принятием федерального закона в 2011 году, эта категория значительно расширена, потому что до этого, в общем-то, был довольно узкий перечень категорий граждан и случаев, то есть очень мало людей подпадало под эти случаи. Сейчас федеральным законом определены такие категории, как одиноко проживающие граждане, у которых доход неживыточный, проживочного минимума, ну, собственно, семьи среднедушевых доход, которых неживыточный, проживочного минимума. Это инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Это ветераны Великой Отечественной войны, герои России, герои Советского Союза, герои соцтруда. Это граждане, находящиеся на стационарном обслуживании вот в наших учреждениях социального обслуживания. Это несовершеннолетние, которые находятся в местах лишения свободы и которые находятся в учреждениях систем профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних. Помимо всех этих категорий, которые установлены федеральным законом, наш областной закон, этот перечень еще несколько расширил, и в Рязанской области, помимо всех вышеуказанных, имеют право на получение такой помощи ветераны труда, труженики тыла, граждане, признанные обстрадавшими от политических репрессий, реабилитированные, ветераны боевых действий и одинокие родители. Кому из граждан и при каких условиях вы откажете в оказании услуг? Что может стать причиной? Во-первых, когда гражданин обращается, неважно к кому, в орган или к адвокату, надо понимать, что бесплатная юридическая помощь предполагает некую правовую составляющую вопроса. Помимо того, что у гражданина какие-то вопросы возникают по поводу документа, то, что можно отнести к консультированию, для подготовки документов, например, для подготовки искового заявления в суд, их характеристики, все-таки нужны правовые основания, потому что юрист оценивает те сведения, те документы, которые представляет гражданин именно с правовой точки зрения. Может быть отказано, например, если вопрос, с которым гражданин уже обратился, он ранее уже был разрешен. То есть у него есть вступившее в законную силу решение суда по этому вопросу. То есть в этой ситуации каких-то действий юрист помощь ему не сможет оказать. Может быть отказано по той причине, что к нам обратится гражданин, который не относится к перечисленным мною категориям. Собственно, вот это могут быть основаниями отказа. Какое количество специалистов, в частности адвокатов, на сегодняшний день сотрудничает с министерством? В настоящее время у нас заключено соглашение с 37 адвокатами в Рязанской области. Есть небольшой, конечно, перекос. Дело в том, что 23 из них, они, в общем-то, предоставляют прием в городе Рязани. Помимо города Рязани у нас заключено соглашение с адвокатами, которые ведут прием в Касимовском, в Кораблинском, Михайловском, Рыбновском, Сапожковском, Старожиловском и Сасовском районах. Мы надеемся, что в будущем... Мы сейчас, собственно, проводим работу по заключению соглашения с адвокатской палатой на следующий календарный год. И вот по итогам работы за этот год, я думаю, что мы обсудим, в том числе, возможности увеличения количества адвокатов. Последний вопрос. По каким же дням, в какое время к вам могут обратиться граждане? И какой пакет документов необходимо иметь при себе, чтобы, как говорится, не получить отворот-поворот? Понятно. В органы власти граждане могут обращаться практически в любой день, во время работы этих органов. То же самое с подведомственными учреждениями. То, что касается адвокатов, то есть вот со списком адвокатов, с их адресами, с контактными телефонами, с расписанием их приемных дней и часов, можно ознакомиться на нашем сайте Министерства. То, что касается документов, гражданин, ну, во-первых, он должен при себе иметь документ отствующей личности, должен иметь документ, который подтверждает его принадлежность, вот, собственно, к категории. И, собственно говоря, те документы, которые, по которым у него возникают вопросы, либо по исполнению которых, либо на основании которых, как он полагает, его права нарушены, и он хочет их защитить. То есть, собственно, документы, по сути, его вопросы, к которым он обращается. Здесь большую часть документов, конечно, составляют именно те, с которыми граждане должны обращаться, ну, по сути, вопросы. То есть, каких-то лишних документов мы граждан требовать не будем. И если какие-то, при рассмотрении вопроса кому-то из специалистов какого-либо органа понадобятся сведения, которые находятся в распоряжении у другого органа, конечно, гражданин не должен бегать, собирать эти документы, эти документы, сведения, мы будем обмениваться уже вот в порядке такого межвеностного взаимодействия между органами. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли к нам в гости. Сергей Геннадьевич, было очень приятно с вами побеседовать. Это была программа «Семь минут». Скоро с вами увидимся. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok